Идеальная семья в обществе, жертва и тиран за закрытыми дверями. В России по неофициальной статистике от домашнего насилия, будь то физическая, психологическая или сексуальная, страдает каждая четвертая женщина. И ежегодно 14 тысяч из них погибает от рук мужей или близких родственников. Серьезной проблемой, о которой в нашем социуме говорить не принято, занялась Елена Дмитриевская, общественный деятель из ШУИ, и создала волонтерский проект «Ничего не бойся, я с тобой». Елена не понаслышке знает, как женщине тяжело разорвать порочный круг, как сильно ей нужна помощь. Бью, значит, люблю. А бью – это статья 115 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации пока что. И женщина не может ничего ему ответить на это, потому что на самом деле закона защищающего жену, который убьет собственный муж, в нашей стране не существует. И цель нашего проекта не только помочь женщинам, но и пойти дальше и выйти из Ивановской области. Законопроект действительно разработан, но будет ли он принят, пока неизвестно. Ждать, тем не менее, активисты из ШУИ не намерены. Уже попросили у местных властей выделить помещение, в котором расположится кризисный центр. Несколько раз в неделю с женщинами будет работать психотерапевт и юрист. Решается вопрос создания региональной горячей линии. Волонтеры рассказывают, рушить бюрократические барьеры тяжело. В России подобный проект – один из первых. Может быть, даже возможность будет работать не только с женщинами, а с мужчинами, даже те, которые причиняют это насилие. Это было бы очень замечательно, если бы они тоже шли на контакт. Можно было бы возродить семью, работать как с институтом семьи, работать, чтобы менялось что-то в семье. То есть нет у нас цели разрушать семью. День рождения проекта – 1 октября. А в этот день в Шуе открылась выставка черно-белых работ фотографа Екатерины Цыганковой на 16 постановочных снимках. Весь ужас и боль женщин, которых предали их любимые мужчины. Резонанс, конечно, был очень большой, но мы видели людей, которые пришли на открытие выставки, некоторые из них плакали. Кто-то просто был шокирован, у кого-то побежали мурашки. Столкнуться благотворителям придется не только с материальными сложностями. Проблема, как говорится, в головах. Женщинами, страдающими от жестокости дома, руководят страх и стыд. Ане еще нет 25, а за ее плечами 7 лет брака, двое детей. Муж буянил давно, то к маме и подругам не отпускал, то за неповиновение отвешивал оплеухи. После вести о разводе будто озверел, бил ногами, довел до обморока. Заявление в полицию Аня не писала. Составили там этот протокол, сказали, можешь идти завтра снимать побои, чтобы его там, ну это, чего-то дали. А я спросила, а что ему будет за это? Тысяча рублей штраф, все. То есть, ну, никуда не ходили? А что, за тысячу рублей, это сколько надо еще бумажек собрать там? Съездить еще заплатить за вот этот осмотр? Зачем? Юристы проекта объясняют женщинам, что необходимо занять, если не активную позицию дома, то хотя бы активную гражданскую позицию. На практике это порождает безнаказанность. Мужчины после этого не боятся ничего, потому что если жена один раз забрала заявление, она заберет и второй раз, а потом просто на это заявление никто не отреагирует. Здесь поворота быть не может, потому что человек, который поднял на тебя руку один раз, ну, нет такого, чтобы потом в дальнейшем он прекратил. Такого на практике не бывает. Российские женщины очень терпеливы, живут с мужьями-тиранами годами. Не верят, что следующий удар всегда будет сильнее предыдущего. Боятся выйти из зоны комфорта, разрушить семейный уклад и быт. Зачастую мужчины манипулируют детьми, угрожают лишить родительских прав, отобрать квартиры и деньги. К юристу женщины ходят, как к батюшке, на исповедь. Но страдали больше дети. Они, во-первых, не доедали, не досыпали, и, соответственно, были все в синяках. Ко мне приходили женщины, у которых дети были все синие. И они не обращались ни в органы опеки, почему-то не прокуратуру, а просто скрывали. То есть боялись вынести ссоры из своей семьи. 29 ноября в клубе «Арена Райт» состоится марафон-концерт благотворительного проекта «Ничего не бойся, я с тобой». С женщинами, страдающими от домашнего террора, будут работать психотерапевты, юристы, стилисты, специалисты онкоцентра. Причина рака во многом – ежедневный стресс. На сцене выступят известные исполнители. Слово возьмут и женщины, пострадавшие от домашних зверств. Организаторы проекта приглашают всех желающих и говорят – стесняться и бояться не нужно. Есть люди, готовые помочь. Оперативно, конфиденциально, бесплатно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Шуя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова